а всем доброе утро добро пожаловать на мой канал мы приехали вчера в пятницу на дачу и посмотрите насколько за неделю вот травка пошла о сегодня столько планов столько планов мы уже с утра съездили в леруа я купила жгуты для кабеля черные взяла буду подвязывать розу то что в те выходные естественно я ничего не успел носим буду подвязывать буду обрезать обрабатывать наверно уже буду я не знаю на посмотреть прогноз погоды если сегодня будет дождь тогда не в этот раз ну то есть уже на шпалере буду обрабатывать тепличку мне стоит закрытая сегодня нужно будет зажечь шашки табачные чтобы уже выходные на майские праздники попробовать посадить томаты я купила для пионов вот такие вот держатели но подошли хочу городить ничего падают они общем вот взяла пока такие штучки не знаю ни разу меня таких не было попробуем удобно мне будет или неудобно еще хочу сделать ну вот у меня в планах вообще обновить огород а мне вот коллега дала какой-то лук сказал он вообще не жгучий вот видите он такой тоненький надо будет посадить и я хочу обновить всю клубнику у меня по моему зем клубника она знаете она крупная земляника то есть очень сладкая но во первых уже много лет она сидит она естественно уже измельчала она вечно мне болеет и чем плохо получается много много кустов ягод вроде много но они настолько мелкие что вот собрать и наестся очень мало поэтому вообще в леруа очень маленький выбор вот мы очень взяли одни как одна какая-то ранее другая какая-то поздняя ранее клэри все таких даже не знаю ночью хочу потом садовый центр съездить нормально клубник купить а это вот то ли средний только поздний а вот это среднее хоный вот носим две грядочки освободить потому что ну я все равно не осилю много так работы много и будем будем делать насколько я смогу сколько бы сил ну вот роз конечно уже пора пора довязывать заказала обработку для хвойных но у меня к этим выходным не успели нам прийти буду обрабатывать тогда на праздниках вот и вот эту тульку нам будет и подкормить и отливать какая вся расстройка и чуть попозже и каши и подстригу здесь меня вот видите лезу пиончики все-таки сюда я хочу еще пересадить кипарисовик вот то есть он будет такой плюшка вот здесь вот здесь посмотреть вешенка уже пошла в общем сад просыпается на правду от того что у нас дожди все хлюпает хотела купить кору в леруа чтобы обновить кору на том цветники там у меня цветник с корой здесь что-то сделать посыпать чтобы тоже знаете не обкашивать но здесь вот хочется тоже какую-то кору начать засыпать на общем коры не было было очень мелко знать как как стружка прям ну как опилки какие-то леруа нам в этот раз вообще не понравился ничего там нет вот так что это пойдем мы позавтракаем вот еще какие-то крокусики вот так что скоро дела дела дел много так но пока я завтракал смотрите максиму ну вот в те выходные вкапал бордюрную ленту положил и вот сегодня засыпал все это получается перри по периметру купол стоит грязь не летела бассейн и можно было вокруг пройти а я вот достала вот эти хомуты сейчас буду подвязывать наверно вся обрежусь ну надо это сделать что-то Ну, вы знаете, что-то у меня прям совсем пришлось очень сильно отрезать розу. И вот некоторые старые, конечно, побеги я оставила, которые более-менее, потому что она, видимо, в этом году у меня совсем цвести не будет. Очень много инфекционных ожогов. То, что в прошлом году, я не знаю, на что на нее нашло, у нее просто сохли ветки. Вот, поэтому, ну, вырезала много. Единственное, что у меня как-то вылез отсюда тросточек. Сейчас я вам покажу. Вот сюда я его посадила. И он тут уже год-два сидит. Причем так смешно, что вот у меня в смородине тоже, вот видите, веточки вылезли. Причем здесь они не укрываются, ничего. Она уже корни собственные. Можно, в общем, вот это вылезли, вот кусочек тоже выкопать, обрезать, чтобы она и туда пересадить. Причем я хотела здесь шпалеру сделать, но здесь, ладно, мне там важнее. Вот, так что это? А представьте, вот смородина. Получается, никто не укрыт, ни вот этой была не укрыт, ни вот этой, а в смородине она намного лучше. Посмотрите, какая красота. Солнце и опять дождик. Вот хорошо, что я не стала розу обрабатывать, но успела ее подвязать. Ой, вообще дождик ничего не даст делать. Солнце, ты же грязный, ну сы! Я вся мокрая и грязная. Фу! Давай солнечную ванну со мной поднимай. Вон, пострю. Все, я наработалась, я тут сгорает. Это хорошо, я даже, правда, уснула немножечко. Солнышко светит, эти ручки летают. Ага, хорошо. Зажгли мы шашку в теплице, потому что Максим уже хотел прикрепить вот этот механизм, который открывает форточку. А мне нужно, чтобы сначала прогорело тут все, потому что потом, если будет форточка открываться, толку не будет. И мы почитали, вот такая одна шашка на 35 квадратных метров. То есть, в принципе, у нас теплица меньше, поэтому это надо будет в сухое место убрать. Жду, когда она тут разгорится. И будьте внимательны, мы в прошлом году поставили... Ну, у меня замульчирована, да, сейчас сухая трава. У нас в прошлом году случился пожар тут. Вот, поэтому в этот раз мы ставим на плитку, и чтобы наверняка ничего не загорелось. Так, ну мы уже уезжаем. У нас очень жуткий ветер. А я обрезала малину, подвязала. У меня, кстати, в компостной куче очень много. Но я ее буду выгребать, то есть мы будем... Она уже готова, то есть сверху мы уже закидываем и выкопаю, посажу сюда. В общем, у меня малина здесь. А ежевику тоже обрезала. Но здесь какая-то ежевика без шипов, и она очень поздно... Ягоды. В общем, никогда не дождешься от нее урожай. Она очень длинная, и я ее просто обрезала всю. Будет что-нибудь, так будет. Так, и сегодня я занималась... Смотрите, мы уже поставили стульчики. И сегодня я занималась огородом. Больше ни на что времени не хватило. Так красиво, когда все зелененько. Сейчас я с этой стороны покажу. Вот. И еще вот подумываю, может быть, снести... У меня здесь куст шиповника. И сделать тут такую зону. Горшичные растения посадить. Ну, не знаю, это все еще в планах. Так, Максиму здесь вот все выровнял. На геотекстиль перетаскал песок. Он сейчас будет в отпуске. Будет дальше делать. А я приеду из отпуска в среду вечером. Потому что ребенок учится, мы с ней будем в Москве. То есть сейчас он нас отвезет, и завтра сюда приедет. Будет дела делать тут. А я еще и дома. Вот смотрите. Вот такой. Надеюсь, меня будет слышать в таком состоянии. У меня огород. И это не потому, что я не пропал бы. А потому что здесь всегда такой ужас. Я же говорю, что у нас трава растет везде. Я купила... То есть у меня в планах поменять... Вот здесь вот у меня вся клубника. И не только. А она уже старая. Я хочу ее в этом году поменять. Вот мы купили в Леруа. Я посадила кряточку. Но в клубнике целое утро я занималась тем, что я пропал бы. Трава... У меня целая тачка травы. Вот. То есть трава, она такая... Ну, то есть длинные корни. Может быть, в следующий раз, когда буду следующую крядку делать, я вам покажу. То есть это не просто. И чтобы дальше не прорастала здесь трава, я куплю кокосовое полотно и застелю. И следующие крядки, то есть если мы поедем в садовый центр, потому что в Леруа вообще выбора не было, никакой клубники, я посажу сюда какие-нибудь сорта известные, если купим в этом садном центре. А, еще вот здесь вот в серединке, это такие не очень клубники. Это в прошлом году нам давал сосед. Они просто у меня были в глашочках. Вот. То есть до этого огорода дойдут позже руки. Вот. А пока вот так вот все. Это у нас крядки старые. Вот. Это мы уже на самом деле уже уезжаем. Вот. Так что оставайтесь, будем дальше дела делать. И на праздники мы будем ставить уже бассейн. Все. А может быть, Максим один поставит. Я не знаю, дойдут у него руки, не дойдут. Смотрите, какие у меня здоровые. И вот стоят без ламп. Ну, правда, вот эти вот позже вылезли. То есть я их сажала на неделю позже. Но разница колоссальная. Мне надо как-то сейчас вот эти все томаты вывезти на дачу. Я не знаю. Ну, жалко их оставлять так. Как раз будут праздники. За неделю я их всех посажу. И в итоге, смотрите, у меня здесь морозенький прострел. Два пакета с томатами. И вот здесь вот у меня еще остаются томаты, которые вот поменьше. И я не знаю, как это мы все повезем. Я еще хотела вот это все взять, чтобы на дачу пересадить. Смотрите, какие тут уже корешочки. Ну, видимо, до следующего раза. Могу. Солнце такое. В общем, мы приехали. Сейчас вам покажу. Представляете, не пришли мне кокосовые маты. Что-то они так долго идут, чтобы здесь застелить. И не пропалывать. Ну, про что я и говорила. Смотрите, прошло несколько дней. Уже тут то, что не вытащил. Вот трава. Так. И еще из изменений. Из глобальных. Ну, вот за буквально сколько нас не было. Сегодня среда. Три дня нас не было. У нас вот такие изменения. Тоже потом буду все тщательно показывать. Нам должны завтра приехать диванчик тут садовый. Посмотрите, вот. Плиточка готова. И у нас все красивенько теперь тут. Три дня нас не было. Спасибо. 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 Продолжение следует...